Песня 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 Ведущие Лиги Политеха Виктор Федькин и Роман Умудов Привет, 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 друзья! Друзья, наступила весна, а это значит в Политехе снова КВН. Да-да, сегодня одна вторая финала пятого ювелирного сезона Лиги КВН Политеха. Ура! Друзья, сезон у нас исторический, и в полуфинале мы добрались до Средневековья. Кстати, когда в Средневековье говорили сифа, это означало реальную опасность. Ну что ж, друзья, сезон 2014, полуфинал. Легкий КВНовский Сумбурчи! Погнали! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, друзья, давайте представим виновников сегодняшнего торжества. Команда КВН «Вавилон» – нефтетехнологический факультет. Команда КВН «Мне нравится» – сборная факультета. Ура! Команда КВН «Во все тяжкие» – сборная факультета в СНГТУ. Команда КВН «Эдэспарта» – физико-технологический факультет. Команда КВН «Стэн Ли» – физико-технологический факультет. Команда КВН «Антаконты» – сборная МИАМ. Команда КВН «Профсоюз» – сборная факультета в СНГТУ. Команда КВН «Медицинского университета» – команда КВН «Устейн Пол» – встречайте! Давайте представим судьи сегодняшнего вечера. Итак, сегодня в жюри капитан, автор и замечательная актриса – Дарья Белецких. Двигаемся дальше. Триджный финалист «Самарской городской лиги КВН» – финалист «Межрегиональной лиги Каспии» – Дмитрий Колчин. Ведущий актер «Самарского академического театра драмы» имени Максима Горького – Денис Евневич. Ура! Друзья, регалиф следующего члена жюри можно перечислять практически бесконечно. Участник коммити «Баттл без границ» на ТМТ, трижды финалист «Самарской городской лиги КВН», финалист «Межрегиональной лиги Каспий», четверть финалист «Центральной лиги Москвы и Подмосковья», вице-чемпион «Тольятинской лиги КВН», Участник команд КВН «Папкины Тапхи» и сборной команд КВН «СамКТУ» – несборная Александр Эльдюгана! Ну и, наконец, председатель правкома студентов «СамКТУ» Константин Франк! Ура! Также председатель жюри! Ну что ж, команды «Ни Пухань», «Ни Бера»! Поддержали, поддержали команды! Друзья, в нашей лиге уже вошло в традицию приглашать школьные команды. Итак, встречайте, команда КВН «Самарская тюжина», школа номер двенадцать! Ну что, полите, встречай суровые девчонки из суровой двенадцатой школы! Начинаем! КВН «Самарская тюжина» У нас не шанский КВН, КВН-а! Ну что, вы готовы? Ну вы готовы? Да! С вами команда из двенадцатой школы! Для КВН-а мы на полгой готовы! КВН «Самарская тюжина» КВН «Самарская тюжина» Так, стойте, стойте, стойте! Вообще, при чём здесь рэп? Вообще-то рэп — это музыка чёрных свободных людей, которые международные... Так, википедию, прихлопни! Девочки, давайте не будем ссориться, давайте начнём КВН! КВН «Самарская тюжина» 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 А так как мы женская команда, нам всем знакома такая ситуация. Девушку бросил парень, и подруги пришли ее успокаивать. Какая грустная песня. Я даже забыла, кого бросили. Тебя бросили. Так еще и меня бросили. Да-да-да-да! Меня вон 7 раз бросали, и ничего, жива! А них? Девушка, а у вас влажные салфетки есть? Нет, только сухие. Ой, а Алешка-то у тебя какой красивый ты! А самое грустное, что он ушел от меня к другой. Да, ко мне! Но мне так стыдно! Друзья, а рано или просто должно было такое произойти? Представьте, у цыган украли медведя. Цыганы! Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я-я! Ну не расстроивайся! Вот тут он у нас и был! Понятно, ладно. Найдем, найдем. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо! Так, а какие его отличительные признаки? Он медведь. Вот его отличительный признак. Так, а куда он мог пойти? В зоопарк. Зачем? У него там брат сидит, но... Так, а как его звали? Араксий. А вы его как называли? Сопляжуй. Ну и теперь понятно, почему он ушел. Так, а какие у него еще отличительные признаки? Золотые зубы. Во рту? В руке. Он когда уходил, с бароном подрался. Ну, может быть, они не живут. Так, ну ладно. Так, стойте, стойте, стойте. Мы уже пять минут не кричали Чаваэла, поэтому... Чаваэла! Продолжайте. Так, ну... Так, а зачем вам вообще медведь? Да поймите же вы, мы же без нашего Мишки жить не можем. На него шахмурная квартира, машина, украшения детей! Все мы знаем, что на любой школьной дискотеке есть преподаватели, которые остаются следить за порядком. Итак, представьте случай на современной школьной дискотеке. Я вот только одного понять не могу. Они танцуют или дерутся? Лучше обдрались. Там хоть какой-то смысл есть. А эту песню я посвящаю своей учительнице-пегеографии Тамаре Петровне. У-ху! Вот! Не любят все-таки меня Петров? А они ведь, когда вырастут, будут потом долго вспоминать, как они в первый раз поцеловались. Ой, отличники, как всегда, скромничают. Вон Иванова всего три раза на полу валялась. Кстати, Мария Ивановна, Ивановна, а что вы после скотеки-то делать будете? Как? Что? Седину закрашивать? Невозможно же такую музыку слушать. Сюнки на мне, включите! Ну, я же мою дам небо серый, пусть у меня тут не станешь, так и вера. И пусть они приведутся с собой, небо чем поименим. Друзья, а так как мы женская команда, в конце мы бы хотели дать небольшой совет мужчинам. Дорогие мужчины, чтобы понять женщину, нужно... Да ничего не нужно, просто слушайте и соглашайтесь. С вами была команда КВН, Самарская дюжина из 12-й школы с любовью. Вот такие замечательные КВН-щицы и девочки подрастают у нас в городе, друзья. Возможно, через год или через два они будут играть у нас в лиге. Ну что ж, давайте начнем приветствие. И первой политической командой, которая выйдет на эту сцену, будет сборная нефтетехнологического факультета «Вавилон». Встречайте! А команда КВН «Вавилон» основательно подготовилась к полуфиналу! Добрый вечер, дорогие друзья! Перед вами команда будущих нефтяников. Сегодня мы подготовились решительно. И для победы нам помогут рыцари! Да свершится предначертанное! Крестьяне! Я жажду служить! И комитет по отчислению нефтетехнологического факультета! Ну а что вы хотели? Викторию Александровну, между прочим, во время сессии тот шпалач! Так, кто сегодня плохо выступит, жду всех вас в моем кабинете! А вы что здесь собрались? А ну все быстро на занятия! А сейчас мы бы хотели вам сказать несколько фактов о себе. Угощил домой Wi-Fi без пароля! Нефтяник! Покупаю чехол для чехла на айфон! Нефтяник! Езжу на такси из первого корпуса в главный! Нефтяник! Купил военник! Все. Ребята, может хватит два часа? Команда КВН выбрала! Поехали! И наша первая миниатюра. Отличница начала слушать рэп. Ну, очень везучий человек. Вы приговариваетесь к смертной казни! Пять рублей. Юбилейный все-таки. Итак, представьте, девушка в первый раз получила поцелучек в ВКонтакте. Все. Ты мне больше не нужен. Папа, я замуж выхожу! Случай в столовой. С вас 150 рублей. 145, извините. Ну вот вам 145. О, вот вы пятерку лишнюю дали сейчас. А, все-таки. Юбилейная. Она вам что, жизнь, что ли, спасла? Ну, вообще-то, да, спасла однажды. Свободный художник пришел в креативное агентство на собеседование. Здрасте, Максим Александрович. Здрасте, здрасте. Вы подготовили обложки фильмов, как я вас просил? Да, подготовил. Можем даже посмотреть. Ну, давайте. Ну, давайте. Вот это что за фильм? Это жизнь и как он. Нормально? Это бред какой-то. Ну, самим бред. Нормально? Нормально это афишен. Фильм пользуется популярностью. Нормально. Давайте что-нибудь другое. Что-нибудь другое? Ну, вот, нате, 11 друзей и общем. Как тебе? Нормально? Я говорю, просто, вы ненормальные, что ли? Покажите что-нибудь стоящее. Это что такое? Да, угадай. Я не знаю. Один дом, это что, непонятно, что ли? И почему? А смотри, у него кассета в правилке X, X, X. Вы что? Совсем, что ли, а? У вас совсем ума нет? Покажите что-нибудь нормальное. Да нет, у меня есть. А, ну вот. И что это? Ха, милые кости. Это возмутительно. Я даю вам последний шанс. Покажите что-нибудь стоящее. В конце-то концов. Да, с удовольствием. В бою идут одни старики. Это какое-то безобразие. Вы бездальность. Вы уволены. Ну что, ты начинаешь что-нибудь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, а впереди сессия. Поэтому я вам желаю удачи, успехов. А мы, как и выездщики, в себе ее тоже пожелаем. Она нам очень пригодится, я думаю. Для вас выступала команда КВН. Друзья, вот такие нефтяники у нас в университете подрастают. Девушки внимательнее. Рома, а вот скажи, пожалуйста, что тебе нравится вообще? Мне нравится КВН. А нравится КВН команде КВН? Мне нравится, как думаешь? Давай посмотрим, Андрей, а? Команда КВН мне нравится! Лайкай меня, лайкай меня. Здравствуйте, с вами команда КВН мне нравится. Это полуфинал, а тема игры средневековья. Ну и во все времена есть такие вещи, которые обязательно нравятся всем людям. Нравится мне. Когда у соседей вай-фай не запаролен. Нравится мне. Когда ты сырный соус в Макдональдсе покупаешь, и он тебе на всю картошку хватает. Нравится мне. Когда ты в душ заходишь, и воду с первого раза отрегулировать можешь. Когда ты в столовую восьмого корпуса, фланшетный рыв пришел, и первой в очереди. Ну, как вы поняли, наша команда готова на все, чтобы пройти в финал. И мы начинаем! И для начала в тему игры. Представьте день донора в средневековье. Следующий! Вторая положительная, да сколько можно уже, а? Ну а теперь случай на киностудии. Камера, мотор, и плаф мы берем, и валим, 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 валим. А в организации Крам говорят, что могут сделать все, что угодно для студента. Да-да-да-да-да-да-да-да, повыше, повыше, повыше. Вот. Курсовой плохо делаешь, хоть так отработаешь. Представьте, два парня решили устроить себе пацанскую фотосессию. Ой, это, а давай ты типа у меня на ладони стоишь. Давай, давай. Ты че делаешь? Как что, ботинки снимаю, чтобы ладонь не испачкать? Вот ты дебил. На улице весна, отряхну и все, давай. Вы че делаете? Здесь вообще-то на загранпаспорт фото делают. Так мы в Турцию едем, там все русские так выглядят. А недавно был бой отменен Джонса с Лебедевым. Итак, представьте, ведущий этого боя пошел работать с Тамадой на свадьбу. Уважаемые дамы и господа, приносим свои извинения, но свадьба переносится на неопределенный срок, потому что муж был под топиком. Ах ты схватила! Брейк, 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 брейк! Ну а все мы с вами в детстве играли в футбол. Вот представьте, как это делают в Дагестане. Мага, слушай, а может быть мячик под твоей машиной? Эй, ты что такое говоришь? Под мою приору не то, что от футбола, а от Питпонга-то мяч не зайдет. А ладно, а фиг с ним пошли, Лизгинку потанцуем на площади. Ай, в небо постреляем! Ага, да-да-да. А что было бы, если бы Робин Гуд стал депутатом? Отнимаем у богатых, оставляем себе! Отнимаем у богатых, оставляем себе! Так, стоп! А как же бедные? Отнимаем у бедных, оставляем себе! Представьте, очень самоуверенный человек играет в покер. Господа, пара тузов, я выиграл. Секундочку. Стрит-флэш. Господа, я победил. Минуточку. Девятка червей, семерка пик, король крестей, и туз. И что? Как что, я карту наконец выучил, скорые комбинации уже запомнил. Ну и что хотелось бы сказать в конце. Наша команда состоит из студентов с разных факультетов. ХТФ, ЭТФ, ФАИТ. Все мы учимся в сам ГТУ и играем в КВН. Ну, как вы поняли, нашей команде очень нравятся аббревиатуры. И поэтому СПС. Ну, в принципе, мне понравилось от тебя. Мне тоже понравилось. Ну что ж, друзья, встречайте следующую команду. Сборная факультетов. Во все тяжкие! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вновь на сцене мы пафоса балмы. И не случайно песня эта звучит. Радость победы в глазах наших горит. Одно лишь нужно нам позиция номер уон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, добрый вечер! Полуфинал, время удивлять. И, честно говоря, я уже удивлен. Девчонки, почему-то вы так в кожанки вылетелись, а? Потому что мы плохие девчонки. Ну и что ж вы такого плохого сделали? Мы разбили машину. Какую машину? Стирали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, как вы поняли, наша команда действительно пойдет во все тяжкие ради победы. Хэй! Кстати, сегодня, если мы выиграем, то я всем расскажу, кто был бывшей девушкой Алексея Васильева. Даша, ты же обещала никому не рассказывать. Ладно, не переживай, я вообще ничего ничего не сказала даже. Хэй! Если мы сегодня выиграем, я перекрашусь в черный. Оля, зачем? Ведь белая кожа гораздо лучше. Хэй! А если мы сегодня выиграем, я признаюсь любви Виктору Федькину. Виктор, я люблю вас. Ира, но мы же еще не выиграли. Ох, еще эти условности! Хэй! Сунгинь, а ты что сделаешь ради победы? Ну, я ради победы каши, каши, но сеньвайши. Сунгинь, вообще, ты все понимаешь, что ты просто на бурзуков говоришь. Сунгинь, а мы подготовили танец. Да ладно? Ну, покажите. Итак, представьте, на выступлении один из танцоров подвыпил. А, ну и кто из вас подвыпил? Ну, как кто? Даша? А как это понять? Вы что показываете вообще? Ну, девчонки, ну, могли бы там в Средневековье что-нибудь... О, шабаши ведьму показать, например. А, кстати, между прочим, я немного ведьма. Потому что я от сатаны. Даша, вообще-то ты не от сатаны, а из Астаны. Сунгинь, значит, тебе не нравятся наши танцы. Значит, нам нужно усиливаться. Да-да, усиливаться. Нужно, а, знаю, выдривать меч из камня и стать королем бритов. Сунгинь, на твоем месте я бы не связывалась со всякими бритами. Ну, и что ты предлагаешь делать? Нет, Сунгинь, нам нужно воспользоваться лучшим средневековым способом. Нам нужно вызвать демона! Оля, чертите пентограмму! Узрите! Да я ведь за демом! Я кто-то злой! Сунгинь, почему мы крестимся? Мы же не православные! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Даша, по сравнению с ним мы еще ОГОГО, какие православные! Стойте, Ира! Ира, да я не задам тебе один вопрос. И часто вот так мужиков вызываете? Ну да, часто. И без меня я думала бы подруги. АПЛОДИСМЕНТЫ В политех! Шарим рога в этой дыре! АПЛОДИСМЕНТЫ Какой брутальный мужчина! Оля, ты что? Какой брутальный мужчина! Посмотри на него, у него волосы длиннее, чем у тебя. И объемнее, и шелковистее, и кончики, и не секунду за вашим его таки! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки, не паникуйте! Девушки, не паникуйте, меня хватит на всех! Ммм, вот смотрю я на вас и вспоминаю, как вчера в магазин зашел. В смысле? Ну тоже между Балтикой темной и Балтикой светлой выбирал. Слушай, а тебе к пиву не нужен желтый полосатик? Кстати, пользуясь случаем, хочу обратиться к Константину Франку. Константин, спасибо, конечно, за велопарковки, но мой входлень туда реально не влезает. А у вас тут в политехе неплохо, но слишком мало металла. Надо это исправлять! Афракаташин вы должны его остановить, потому что если Калюхов начнет устанавливать тут свои в порядке, господи, господи, что он тварь? так вот, если этот хавернутый павел будет устанавливать свои металлические порядки, то придет следующее. В нашем буфете будут продавать только пиво, чипсы и диски Арии. Хотя, в принципе, это даже лучше, чем то, что у нас сейчас продается в буфете. Садиль, давай подумаем, как его остановить. Я знаю, Даши нужно вызвать того, кто лучше всех противится металлу, того, кого металлисты ненавидят и боятся. Ты говоришь о... Да о нем, Даша, действуй! Как же можно, так будет, не раз. Только неразистка, бокса, я смотрел. О, Боже, он плачет! Он не плачет, это пиво выливается из его глаз. Это, конечно, хорошо, что мы смогли остановить Голехова, но как нам теперь остановить Юрьева? Очень просто. Вылетите с деркала! просто спорю для мужчин глава леоня. г voi know that you're a little bird there you live you live you live there А что вообще в нашей команде делает Алексей Глюхов? Ну, на самом деле, все просто. Дело в том, что сезон новый, много молодых команд. А я люблю свежую кровь. Свою выступала команда КВН по всей тяжке. И Алексей Глюхов. Спасибо. Азиатский металл в политехе! Друзья, следующая команда из физико-технологического факультета. Команда КВН — это «Спортноль». А темы игры средневековьи как никогда подходят нашей команде. Ведь у нас есть плащи. Плащи у нас потому, что на улице погода непонятная? Нет, потому что мы крутые. И копья. А копья у нас потому, что мы крутые. Потому что мы пятнашки живем. А, да, да. И сегодня будет очень тяжелая игра. Так чего же мы ждем? Давайте начнем. Азиатский металл! Азиатский металл! Представьте, парень, который не любит свою девушку. Ну, до встречи, дорогая. Давай ты первый трубочку клади. Я первый. Хорошо. Мальчик, у которого нет компьютера. Сынок, иди кушать! Иду! Иду! Представьте, если бы на небе не было звезд. Смотри! Рука! Полицейский, который ненавидит творчество Сергея Жукова. Стоять! Руки! Вбок! Случай на улице. Дорогой, понеси, пожалуйста, сумочку. А я как знал. Как знал! Сантехник со своим маленьким сыном. Пап, пап, а почему небо голубое? А почему трава зеленая? Сколько бутылки водки стоят? Двесно рублей. А из чего винегрет сделают? Винегрет! Винегрет! Сейчас весна, все влюбляются. Представьте, в школе рукопашного боя у всех лирическое настроение. Школа рукопашного боя не в бровь, а в сердце. А в древности воины возвращались домой щитом или на щите. Так, может быть, мы лучше пройдем с щитом финала. Иначе я четверых не унесу. С вами была команда Спарта. Спасибо. Это Спарта. Команда сильных парней и слабой девушки. Привет, Кирпич! Двигаемся дальше, друзья. Еще одна команда с физико-технологическим факультетом. Встречайте! Стэн Ли! Давай, замажем, что размер не важен. Давай, докажем Витя. Давай, Дархажев, пусть знает... Добрый вечер, Политех! Перед вами всплывает команда Стэн Ли! И мы ничуть не хуже других команд. Но вот ведущих двое, им можно, а нам нельзя, что ли? И вообще, все люди всегда все делали по двое. К примеру, заводили семьи и... Стоп! А как же шведы? Шведы? Ну, я не стал бы доверять людям, которые называют штухачными. И вообще, наша команда может показывать очень много разных миниатюр. К примеру, братья Гримм. Все честные чиновники России. Коммерция на ФГО. Бюджет на ФПП. И на самом деле, нас не двое, нас трое. За нас играет Саня, наш звукач. Все грибы съедобные, но некоторые только раз в жизни. Красавчик! Итак, перейдем к нашим миниатюрам. И первая наша миниатюра — случай в армии Лихтенштейна. Взвод на первый и второй рассчитает. Первый. Расчет окончен. И что ж, у нас хорошая новость. На телепроект Дом-2 упал метеорит. Саня быстро реабилизовался, нашел себе девочку. И у него есть теперь преимущество на голосовании. Саня, ну что ты делаешь? Люди раньше думали, ну хорошая может быть шутка. Может, я ее не понял. А ты взял и сразу заковал, что она плохая. Спасибо, Саня. Поднял мою самооценку. Молодец. А наша следующая миниатюра — фильм с очень плохим бюджетом. Спартанцы, сколько вас? Триста! Вы готовы сражаться не за жизнь, а насмерть? Насмерть? Но это на полтинник больше, прости. Спартанцы, сколько вас? Триста! А наша следующая миниатюра — очень-очень-очень честный вор. Стой! Вор! Стой! А я предупреждал! Знаете, мы так подумали. В финал проходит команда победителей. И первые четыре команды по рейтингу. Ну, мы оценили свои шансы и... И поэтому мы хотим предложить свои критерии для отбора в финал. Вот смотрите, берем баллы команды и делим на количество участников. Нет, знаешь, так все равно не пройдем. Сань! Только улыбайся, не обманывайся, не все мочи, парень. Ну и что мы хотели бы сказать в конце? Вот стоят перед вами два красивых, умных, сильных парня. И мы. Перед вами выступал команда Квен Стэн Ли. Спасибо. Обалденное чувство юмора. Друзья, поддержим команду Квен Стэн Ли. Ребята выступают вдвоем, но очень даже неплохо. Двигаемся дальше. А настало время объявить редакторов Вики Квен Политеха. Редактором является выпускник Самарского государственного технического университета, автор и актер команды Квен сборная правкома Алексей Куров. А также с этой игры у нас появились редакторы-стажеры Роман Умудов и Виктор Федькин, друзья. Спасибо. Друзья, теперь готовьтесь на сцене команды Квен Анаконды. Вперед! Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами команда Квен Анаконды! Анаконды! Ярослав, что с тобой? Все нормально, давай еще раз. Еще раз. Перед вами команда Квен Анаконды! Что такое снимать? Ярослав, что с тобой случилось? Меня укусила змея. Какая змея тебя укусила? Тихо, тихо. Хорошо. В Средневековье, чтобы решить такую проблему, вызывали травницу. Давайте, все вместе, позовем травницу. Травница, 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 травница. Я травница. Но для того, чтобы ему помочь, мне надо знать, что с ним произошло. Ай-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Меня укусила змея. Мне сразу стало легче. Спасибо, травница! И это команда КВН «Конды»! И начинаем! И мы начинаем! Парень, который думает, что его пальцы — это сигары! Последняя! Случай в ночном клубе «Полет» Привет, крошка! Поехали ко мне! Ну, может быть, хотя бы коктейль меня угостишь? Неееее! Ну на такси хоть деньги есть, а опять мимо! И че ты мне предложишь? На, добей! А ты знаешь подход женщины! Парень, который боится детей у входа в роддом! Вова, а хочешь узнать, кто у нас? Пожалуйста! Вова, у нас мальчик! Вова, три двести! А-а-а-а-а-а-а-а! Парень! Близорукий и дальнозоркий парень играет на органе! А к каждому молодому парню на улице могла подойти именно такая женщина. Молодой человек, не подскажите, сколько времени? Да, извините, вы что-то сказали? Ну что за молодежь пошла? Вот эти лопаты свои возьмут, вот эти вот, вот эти вот свои вот эти лопухи оденут, ничего не слышат. Женщина, успокойтесь, что вы кричите? Женщина, успокойтесь. Ну что вы? Ну что вы? Что вы от меня нужно? Что вам нужно от меня? Объясните нормально. Севечка купите. Убейте свои севечки! Удавайте меня уже! Это наконец произошло! На Кировский рынок завезли уран. Здравствуйте, у вас есть 238-й изотоп? Здравствуйте, да, вроде был. Наташа, у нас 238-й остался? Ой, да, вроде есть. Ой, да, вроде есть. Я сейчас вам принесу. Хорошо. Уб selection. Убейте свои бельки. А теперь давайте немного расслабим мозг, потому что это прям взрывка. Друзья, ну а после игр в фестивале и одной четвертой команды приобрели некоторые рейсинг. Баллы их суммировались и баллы на данный момент такие. Стэн Ли — 4,4 балла. «Мне нравится» — 5 баллов ровно. «Анаконды» — «Во все тяжкие» и «Спарта» — 5,2 балла. «Профсоюз» и «Вавилон» — 5,7 балла. И у «Сейнбол» — 5,9 балла. В финал сегодня проходит команда, занявшая первое место и ближайшие четыре команды по рейсингу. Друзья, на сцену уже готовятся выйти активисты нашего вуза. Команда КВН «Профсоюз» встречает! Собрались? На сцене команды КВН «Профсоюз», команда, на которую не особо приятно смотреть, ну не особо приятно слушать. Наша команда… Наша команда как проект «Голос» — не каждый рискнет к нам повернуться лицом. От таких людей, как мы, можно услышать такие фразы. Зато в душе красивый. Со временем ты привыкнешь. Зато военник получил. Саша, чё так вырядился? Тема игры в средневековье, а я средневековый маг. Ты больше на бомжа похож. Средневековье — это одно и то же. Ну и что ты умеешь? Дуй! Ой, как на моё лицо похоже. Ай, больно! Ай! Ай! Да ты шарлатан! Ещё раз про меня такое скажешь, и я превращу тебя в местного уродца! Я извиняюсь, а факторов заклинания нет пустого члената. Так, загадывайте своё последнее желание. Я хочу картину Рембрандта! Трансформатор! Рефрижератор! Раскраску! Прекратите токардавое безумие! Лучше возьмите талон к логопеду! И вообще, вы адекватные! Да! Так! Походу, вы к теме игры совсем не готовились, да? Вообще-то, у меня есть песня специально для темы игры. Если маленький ребёнок весь в актап и слишком громок, Без разбора всех кусает, даже воет на луну, Здесь вам няня не годится, вызывайте экзорциста. Так, стоп! Ещё раз! Ты такое споёшь? Да легко! Если маленький... Так, ягоди! Да чё ты вообще раскомандовался? Мы и без тебя выиграть сможем! Кто тебе такую глупость сказал? Шишкин! Вот это да! Человек шесть игр подряд стоял, молчал, тут на тебе, разговарился! И вообще, а попробуйте сыграть сами! Можете делать всё, что хотите! А-а-а-а! 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 Не настолько же! Перейдём к номерам! А наша команда идеально подходит для афиш некоторых кинофильмов. Вот, например... Молчание ягнят! Сорокалетний девственник! Я Франкенштейн! Ага, и ты эти лишний! Это я про подбородок! Я ничего не пойму! Вы что, совсем никого не боитесь? Это Роман Умудов никого не боится! Человек на металле живёт, а смотри, с какой прической ходит! Продолжим! А наша команда неоднократно слышала отказы от девушек! И специально для вас мы подготовили топ-фраз, после которых девушка вам точно откажет! Привет! Я Алексей Васильев! Ложись аккуратней! А тут ещё дедушка спит! Привет! Я Николай! Хочешь узнать, что такое ла-ли-ла-лай? Нет! В полёт не пойдём! Там дорого! А пошли! Кота хоронить! Если хочешь, можешь меня ударить! Саша! Саш, такими номерами мы не удивим сегодняшний зал! А чем ты можешь удивить этот зал? Есть у меня одна идея! Проект! А с каждым годом в стране реклама становится всё непонятней и непонятней! Даже глупой! И я придумал некоторые маркетинговые ходы! Так, стоп! А почему-то реклама становится глупой! Ну вот, посмотри! Таблетки для улучшения памяти! И что в них не так? Само название, прочти! Гид... Какое тяжёлое название! Вот именно! Это первые таблетки, где название лучше работает, чем сами таблетки! Ладно, давай дальше! Вот реклама фитнес-клуба! Хочешь быть как я? Приходи к нам! А что здесь не так? Ну знаешь, как-то неправильно мотивируют людей! Вот так лучше будет! Не хочешь быть как я? Приходи к нам! Ты идиот! Давай следующую! Ну вот, спрайт! Слоган спрайта – не дай себе засохнуть! Им нужно рекламное лицо! Лучше всего подойдёт человек, который 40 лет водил людей по пустыне! Моисей! Он точно знает, как не дать людям засохнуть! АПЛОДИСМЕНТЫ Я тебя сейчас ударю! Давай попробуй! А перейдём дальше! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот реклама с Никеса! А что тебя в ней не устроило? Ну, слоган интересный, но с точки маркетинга и студенческой жизни лучше будет выглядеть так! АПЛОДИСМЕНТЫ И я до сих пор так живу! Да по тебе и видно, кстати! Ладно, даю тебе последний шанс! Вот очень интересная реклама! Мы отказались от него! Но какой нормальный футбольный клуб откажется от Бэкэма? Лучше бы они отказались от него и от него! А по последним результатам они отказались от Ватаря, от футбола в частности! Кстати, эта реклама хорошо подойдёт нашему клубу крылья советов! Пойдёмте обсудим условия контракта! Люби меня по французски! Раз это так неизбежно! Как будто ты самый первый! Как будто мой футбольный! А в конце хотелось бы сказать! Красота спасёт мир! Но, наверное... Нам-то откуда знать? Команда КНПРСОЮЗ! Спасибо! Вот такие, друзья, замечательные активисты! Красавцы, да? Друзья, и завершают визитные карточки гости нашего университета Команда КВН Устейт Пол Медуниверситет! Встречайте! Давайте-давайте поддержим гостей! Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует команда КВН Усейн Болт! Говорят, невозможно сделать три вещи! Уйти от бабушки голодным! Доехать на метро до станции Алабинская! И победить команду из политеха в политехе! Что ж, продолжаем развенчивать мифы! Тема игры Лиги Политеха Средневековья! Но так как мы не из политеха, у нас и тема игры другая! Древняя Греция! И, чтобы стать богами КВН, нам, как и Геракулу, нужно совершить двенадцать подвигов! И первый, показать миниатюру! Итак, представьте, бог Молнии Зевс в ночном клубе! Во время нашего выступления время летит незаметно! Дима, сколько времени прошло со времен нашей отбивки? Я не знаю! Тысячу лет, наверное! Вот! И снова мы в Средневековье! Итак, друзья! Вашему вниманию представляется средневековая реклама! Ты крестьянка, и у тебя бледный цвет лица? Тебе поможет Солярий Инквизиция! Солярий Инквизиция! Работаем без пощадных выходных! Тебе кажется, что из твоей жизни пропали все яркие краски? Ты думаешь, что они никогда к тебе не вернутся? Казнь на площади! Места для поцелуев бронируйте заранее! Твой сосед говорит, что земля круглая? Сообщи об этом в Солярий Инквизиция и Тулочек Пон на скидку! Ты християнин? Тебе дали свободу и негде жить? Хижины от лорда Кошелева! Теперь стены не из глины, а из соломы! На перу много алкоголя, а ты уже никакой? Тебе помогут таблетки Ричард Левиная Печень! Ричард... Ричард Левиная Печень! Пей на здоровье! Ричард Левиная Печень! Ричард Левиная Печень! Ричард Левиная Печень! «Шерь этом, кто не изменил, чтобы он не вернет!» А теперь отойдем от темы. Депутат создал интригу на заседании ООН! Ох, что-то тут жарко стало! Пройду, проветрюсь! Друзья встретились, а потом что-то вспомнили, но дружба в итоге победила. Наверное, никто не замечал, но на самом деле Майкл Джексон на своих выступлениях часто пинал кошку. А такого вы точно никогда не увидите на экранах своих телевизоров. Добрый вечер, дорогие друзья! Это малобюджетное интеллектуальное шоу «Эй, ты чё, самый умный?» И в финал прошли Лиле, Алексей и Александр. Первый вопрос. Язык до Киева? Был русским? В СССР не было? Дедушка говорил «было». Без труда? Нет работы у трудовика. Отлично. Продолжите песню. О, Боже, какой мужчина, он кормит грудью сына. Какую песню пел Буратино? Когда твоя девушка со сна? Саша, спасибо. И последний вопрос. Раскудрявый парень скрещеный с овцой. И победил Нездрал и Смысл. А закончить выступление хотелось бы советом, который написал нам декан нашего факультета. Такой вот совет. Не смотрите сериалы, не слушайте музыку, не ходите в кино, не встречайте девушкам, не сидите ВКонтакте, не играйте в футбол, не ходите на пляж, не гуляйте по клубу, не интересуйтесь политикой, не слушайте радио, не катайтесь на лыжах, не катайтесь на горных лыжах, не читайте ненужных книг, не возникайте, не спите и не тратите время на неважные вещи. Как видите, КВН для нас важная вещь. И что бы хотелось сказать. Перед вами игровая команда, которая не спит, не тратит время на ненужные вещи, не ходит в кино, не ходит на футбол, не смотрит. Друзья, с вами была команда КВН Сейвенбол. Спасибо. Друзья, давайте-ка поддержим гостей еще сильнее. Ну что ж, первый конкурс сыгран, команды на сцену. Поддержим команду, на сцену, готов. Шлопаем, шлопаем. А теперь предлагаем немного оценить, ребята, жюри, вперед, в порядке выступления, команд. Первой на эту сцену выходил команда КВН Вавилон. Максимальная, кстати, оценка 5 баллов. Четыре, три, четыре, четыре, три. Следующая на сцену выходила команда КВН. Мне нравится. Три, четыре, четыре, четыре. У меня там ошибся, кстати, там пятерка была, да, Даша? Далее у нас сегодня была команда КВН. Во все тяжкие. Пять, 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 пять. Семь, судьи, пять баллов. Команда КВН, это Спарта. Пять, 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 четыре, четыре. Двигаемся дальше. Команда с физико-технологического факультета Стэнли. Четыре, 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 три. Команда КВН «Оваконды». Четыре, пять, 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 четыре, четыре. Далее команда КВН «Профсоюз». Пять, пять, четыре, пять, четыре. Далее гости нашего университета. Команда «Узейнбол». Без студии пять баллов. Друзья, первый конкурс сыгран. Далее в нашей конкурсной программе «Разминка». Жюри задают вопросы. Команды пытаются смешно, подчеркиваю, на них ответить. Стойчку вынесите, пожалуйста, ребята. Давайте-ка поддержим пока ребят. Им все-таки сложно. Сейчас будет очень сложный конкурс. Напоминаем тоже, 5 баллов максимум. Ну что ж, друзья, первый член жюри задает вопрос. Всем добрый вечер. У нас сегодня тема крестового похода в Севдневековье. Вот хотелось бы задать вопрос на эту тему. Целью всех крестовых походов было насаждение христианства. А какая цель была вашего крестового похода и кого вы поставили во главе? Вопрос от Константина Франка, друзья. Думаем. Представься и вперед. Меня зовут Вова. Я из команды Севдневековья. Поправьте микрофон, ребят. Ну неудобно же, он как-то по-другому стоит обычно. Поехали. Всё. Вова. Команда КВН — это Спарта. Какая цель вашего крестового похода и кого вы поставили? Крым и Путиц. Здорово, поддержим. Команда КВН — профсоюз. Ваша цель крестового похода и кого вы поставили во главе? А я не знаю, у меня военник есть. Вавилон. Цель вашего крестового похода и кого вы поставили во главе? Может, попроще вопрос. Мы всё-таки нефтяники, коммерция, там все дела. Анахонда. Ваша цель крестового похода и кого вы поставили во главе? Чтобы появились парковки для автомобилей и не только для велосипедов. Медуниверситет Усейн Болт. Какая цель, кого вы поставили во главе? Таблетки Ричарда Львиная Печень. Расширяем объёмы продаж. Фух. Так, подожди, не смотри в глаза мне только. Окей, смотри. А что нужно сделать, либо сказать? Васильев. Готов? Готов? Давайте, пожалуйста, уже. Что нужно сделать, либо сказать, чтобы она ответила? Да ты мой идеал! Ай-яй-яй, Дим, я же тебя учил, я же тебя учил. Во все тяжкие! Здорово, колпак. Вот это поворот, да. Да всё, ладно, не шути, хватит. Что нужно сделать, либо сказать, чтобы она ответила? Да ты мой идеал! Эй-яй, детка, я трижды почти выиграл эту лику. Всё, спасибо, друзья. Друзья, следующего человека, я даже не знаю, как объявить. Просто мой друг, человек-слово. Александр Ильдюганов. Я вот в тему вопрос задам. Друзья, вот собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Стэнлиг. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Позови травницу. Команда Коэн мне нравится, отвечает. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? То есть с мамой ты уже договорился. Во все тяжкие. Верклево. Сангель. Витя. Мама. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Сангель, ты вот что сейчас хочешь? Сказать, что ты в Христовый поход идешь, или что у тебя девушка есть? Стэнлиг. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Уговори ее, нам очень нужен третий. Алексей Васильев, профсоюз. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Бей мне ее номер телефона, я разберусь. До свидания. Это Спарта. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Да забей! Анаконды. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? У тебя хоть девушка есть, а у меня травница. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? А че ты наши проблемы налить вообще вот вывел, тут развел? Команда Гоголова навстречала. Мне нравится. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Скажи, что мусор с собой захватит, точно. Собрался в Христовый поход. Саша, Саша, подождите. Анаконды. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Недавно ты к ВН Христовый поход. Не завершает этот вопрос к Сейфу. Собрался в Христовый поход, но меня туда не отпускает девушка. Что делать? Не гоже бабе мужику беречься. Я тоже под Кабуку. Закрывал у Сейфа болт. Все, не успел, Саняк. Александр, извините. Друзья, и... И еще один вопрос задает человек, который первый раз, но, надеюсь, не последний у нас в жюри. Денис Евневич. Ваши аплодисменты. Добрый вечер еще раз. Ребята, а чем отличается вообще Крестовый поход от обычного туристического? Крестовым костер больше. Анаконды. Анаконды. Чем отличается Крестовый поход от обычного туристического? Студистический бассажер пустили. Мне нравится. Мне тоже. Чем отличается Крестовый поход от обычного туристического? Ну, один помнишь, а другой не совсем. Усейн Болт-то закроет разминочку у нас. Чем отличается Крестовый поход от обычного туристического? Я оборачиваюсь. Усейн Болт сейчас вставляет новый мировой рекорд. В Крестовом грехе отпускаются, а в туристическом накапливаются. Во все тяжкие. Чем отличается Крестовый поход от обычного туристического? Да в Крестовый как-то гитару неудобно брать. Спасибо, команда, что разбилку. Спасибо, Алеша. Последний. Ладно, давай. Чем отличается Крестовый поход от обычного туристического? И там, и там роуминг. Все, разбилка закончена. Друзья, команды отправляем готовиться к следующему конкурсу. За кулисы. Подбежали, подбежали, подбежали. Друзья, а у нас средний балл за визинку. Команда КВН Стэн Ли. И мне нравится. 3,8 балла. Профсоюз и Эдна Спарта 4,6 балла. И во все тяжкие Усейн Болт 5,5 балла. Ровно. Уважаемые жюри, оценки за разминку. 5 баллов максимум. В порядке приветствия. Война. 5,5,5,4,4. Так же была команда КВН. Мне нравится. 4,5,4,5,4. Во все тяжкие. Команда КВН это Спарта. 4,4,4,4,3. Физико-технологический факультет Стэн Ли. 5,4,4,4,5. А, 4, извиняюсь. МИАТ Анаконды. 4,5,5,5,4. Спарта факультета Правосоюз. 4,5,4,4,4. 4,5,4,4. И в медуниверситет Усейн Болт. 5,5,5,5,4. Друзья, Олег КВН САМГТУ благодарит за помощь в организации ректора САМГТУ профессора Быкова Дмитрия Евгеньевича. Проректора по воспитательной и специальной работе Франка Евгения Владимировича, директора культурного центра САМГТУ Песнякова Елену Александровну и правком студента САМГТУ в лице председателя Франка Константина. Ну что ж, друзья, перейдем к третьему заключительному конкурсу в музыкальный номер. И первыми на этой сцене появится команда КВН. Это Спарта, ПТФ. Поддержим, ребят, давайте. Больцей, 87 тысяч приезжих студентов. Эта песня для них. За приезжих студентов учиться со всей страны и получить образование тоже решили мы. Я поступил в САМГТУ, лучший вуз на всю страну. Когда документ отдавать приходил, мне сказали общагу на дыр. Ищу квартиру! Целых три дня ночевал я утром. Ищу квартиру! Сплю на диване, балконе во мне. Ищу квартиру! Целых три дня ночевал на вокзале. Ищу квартиру! На выходы! Веду к маме! А еще у нас у некоторых студентов живут родственники, но это тоже особо не сахар. Мне общагу кошек не дали, но все проблемы отбали сами. Мама решила, буду у дяди, но один минус на глинке мой дядь. Живу у дяди! Сплю в пробке на Новосадовый. Живу у дяди! Сватает мне своих знакомых. Живу у дяди! Знаю все его байки. Живу у дяди! Мне из Чапайского универа ехать ближе! Но так же Самару приезжают студенты из самых глубинок. И, конечно же, у них есть свои проблемы. Я приеду с больших посевок. Откуда это, не знает никто. Я так и всем полетел поступил. Город большой меня удивил. Я приеду жизнь! 20 лет на проезд это дорого. Я приеду жизнь! Зачем вы едите каким-то ужем? Я приеду жизнь! А где у вас центр города? Я приеду жизнь! А как доехать в паркхаус? Да, конечно же, мы понимаем, что это не самое страшное. Ведь мы учимся самым лучшим пути в мире! Политеке! Квартиру найти не так уж трудно. Политеке! А дядя так-то очень добрый. Политеке! Ребята, а правда, что у вас метро где-то на поверхность выходит в городе? Нет, это что-то фантастика. А-а-а. И для вас сегодня выступала самая здоровая команда Политеха. Это Спарта! И помните, что все проблемы решаем. Мы же технари! Спасибо, встретимся в финале. Открывал конкурс музыкальный номер. Это Спарта, друзья. Гимн приезжих. В сале много приезжих. Скажите. Это хорошо. Спасибо. Это хорошо. Стаса Квен во все тяжкие выражает благодарность Стасу Кладкову. Вот так вот. Стас, ты в зале? А Стаса нет. Вот так и выражаю благодарность людям. А, здесь, 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 Стас. Ну все, команда готова? Готова. Вася Тяжкий, вперед! А в нашем узномере мы решили показать суровые реалии российского шоу-бизнеса. Слушай, классная песня. Надо выпустить ее на нашем следующем альбоме. Стой, это же наша старая песня. Че, правда? А я не заметил, никто не заметил. Тоже верно. Кто там? Это мы. О, дирижский голос. Наверное, фанатки. Заходите. А вы, собственно, кто? Мы ваша новая потанцовка. Потанцовка? Нашей группе не нужна потанцовка. А, да, кстати, а вы вообще что за группа? Что мы за группа? Что? Мы за группа? Мы всемирно известная рок-группа. Алешка и Епошка. А, и кто из вас тут Епошка? Ну, ты могла бы догадаться. Йоха. Йоха, что это за бабы? Где наши фанатки? Где эти полуголые доступные женщины? Где алкоголь? И в конце концов, где наше оборудование? Мы же оставим все это в Сызрани. Почему мы облагораживаем Сызрани, а не мэр Сызрани? Так, когда нам можно приступить к работе? К работе? Да вот сейчас. Вот болтос, идешь в ларек, покупаешь там пиво, сигареты, чипсы. Мне вообще что-то нужно. Купи мне йогурт. С кровью! А, с клубникой. Да, да, клубничный, не важно. Я имела в виду, когда начали ставить подтанцовку. Кто вам вообще сказал, что нам нужно ставить подтанцовку? Вообще-то, ваш продюсер Сергей Иванович. Стоп, это же мой батя. Придется работать с этими девчонками. С чего бы это? Ну, его гараж, его правила. Ладно, девчонки, сейчас мы что-то собираем, а вы там подстроитесь. Мясо, мужики, пивом запивали. Ребята, ребята, вы что, в этой песне про мясо поете? Ну да. Ну, мы просто вегетарианцы, вы не могли бы петь? Ели брокколи, мужики. Но ведь брокколи это не металл. Ну, пойте хотя бы репа. В репе много железа, как, например, и в вашей репе. Ребята, а может быть у вас есть что-нибудь лиричное? Конечно есть. Леха, продемонстрируй. Ну что, блондиночка, тебе понравилось? Я не блондинка, я посидела. О, ты тоже сидела, да? Кстати, Епошка, как ваше настоящее имя? Никто никогда не узнает мое настоящее имя. Епошка, ну ты и прохиндей. Леха, я же говорил, не надо говорить мое настоящее имя. Что значит? Ребята, ребята, постойте, не ссорьтесь, не ссорьтесь. Так, стоп. Это что, у тебя дети будут прохиндейчие? Так, хватит об этом. И вообще, ваш танц этот все легкотнее. Да? Ну давай проверим. Но я же не умею играть на гитаре. А мне прикольно. Блин, вы так классно танците. Может вам уйти из этой рок-группы? К вам в танце? Нет, вообще из музыки лучше уйти. Ну и что хотелось бы сказать в конце. Вот мы стоим такие, вроде бы непохожие. А с другой стороны, есть у нас какие-то исходные черты. Вот, например... А, ну вот, например, Оль и Йоша, либо синий цвет. Ну и все, наверное. Команда КВН во все тяжкие. Спасибо. Команда КВН во все тяжкие. Немного роков выступления. Ну что, готовы баллы за разминку. Итак, Спарта 3,8. Стэн Ли и Профсоюз 4,2. Давайте поддержим, ребят. Мне нравится. 4,4 балла. Вавилон и Анаконда 4,6 балла ровно. Друзья, и сумма за два конкурса. У Сейн Болты во все тяжкие. 4,8. И сумма за два конкурса. Стэн Ли 8 баллов ровно. Мне нравится 8,2 балла. Это Спарта 8,4 балла. Вавилон 8,6 балла. Профсоюз 8,8 балла. Анаконды 9 баллов. У Сейн Болт и во все тяжкие 9,8 балла. Что ж, двигаемся дальше. На сцене появляется сборная нефтетехнологического факультета. Команда КВН Вавилон. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, тема муз-номера — пир. Но скоро сессия и многим студентам не до застолья. И поэтому мы вам хотим представить свой список самых распространенных заблуждений студентов политеха. Поступил в политех, думал можно не учиться, думал сам придет успех. А оказалось все иначе. Это было мое первое и далеко не последнее заблуждение. Да ладно, можно только на лабы ходить. После этого отчислили моего друга. И тогда я сделал для себя еще одно открытие. Да ладно, физрук потом закрою. Ну а потом я начал заниматься творческой деятельностью в университете. И тогда я для себя открыл еще одно заблуждение. Прикинь, сказали, если в стенд записался, сессию помогут закрыть. В полсеместра прогулял имя преподания вспомнить. Принесу ему коньяк, положу на стол зачету. А теперь давайте перейдем к самым-самым распространенным заблуждениям с нашим студентом. И вот одно из них. Да ладно, с первого курса никого не отчисляют. И вот еще одно в комплекте туда же. Не, ну с пятого курса-то стофудово не отчисляют. Но в конце концов мы все беремся за ум и обещаем себе только одно. На третьем курсе, ну вот точно, по-любому начну учиться. Да, 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 начнешь. А экзамен не готов, я согласен был на тройку. Препод завалил, перевелся на заочку. А порой наши заблуждения бывают не такие банальные. Не, ну он же младший, че его бояться-то? Да, да, че его бояться-то? Ну или вот еще одно. Каждый себя узнает из тех, кто учится на коммерции. Да я же платник, деньги-то в вузу все равно нужны. Ну и теперь самая известная картина для вас всех. Да эта вышка мне вообще не пригодится. Для вас выступала сборная нефти технологического факультета команда КВН «Вавилон». Это была сборная нефти технологического факультета. Друзья, учитесь на чужих ошибках. И следующей на эту сцену готовится выйти команда с физико-технологического факультета «Тэн Ли». Встречаем! Ну что, вы посмотрели так номера других команд, да? Все так массово, красиво. Мы даже в одном участвовали. Вот, пожалуйста. Вон, тот бороданчик, и ничего так, да? Стой, а мы же свой мус-номер подготовили. Ну что такое мус-номер? Мус-номер, когда происходит что-то смешное под музыку. Вот. Ну, давай попробуем что-нибудь. Сможешь там что-нибудь сыграть? Девушка по фамилии Нини. До свадьбы Нини, а после Петрова. Сергей Безруков после ночных кошмаров просыпается в холодной росе. Мало кто задумывался, но голуби, пролетая над любым памятником, могут сделать из него памятник Горбачёву. О-о-о, прекращай. Не надо играть, я вот он с женой, у нас как-то два парня в команде мало ничего подумают. Ну вот. Ну, на пятёрочки мы уже заработали, да? Давай теперь закрепим результат тем, что у нас зашло. Саня, врубай. Итак, случай в армии Лихтенштейна. Взвод на первый-вторый рассчитались. Первый. Расчёт окончен. Наша следующая миниатюра. Фильм с очень маленьким бюджетом. Спартанцы, сколько вас скажите? Триста, наш капитан. Вы готовы биться не на жизнь, а на смерть? На смерть? На смерть на пятьдесят рублей больше, капитан. Спартанцы, сколько вас скажите? Триста, наш капитан. Итак, очень-очень-очень. Честный вор. Стой, вор, вор. Я предупреждал. Передаю спал команда КВН Стэнли. Спасибо. Пожалуй, самый изобретательный музыкальный номер, друзья. Команда КВН Стэнли. А следующими уже готовится команда КВН «Анаконды». Держитесь. А наша команда поняла, то, что залог хорошего музыкального – это весёлая песня. Ярослав, ты что делаешь? Ярослав, ты что делаешь? Ярослав, ты что делаешь? Ярослав, перестань мучать. Я реклевать тебя. Ты избавляешь весь номер. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Ярослав, остановись. Что это? О, нет! Он превращается в шум! О, боже! О, боже! О, боже! Как же круто! Нет! Что делать? Что делать? Он так был уколом! О, елокол! Я не могу его подносить! О, елокол! О, елокол! О, елокол! Под небом влоблеме я брожу, хожу, Что я потеряла, что найду. Это всё одно-но-но-но. И пока, Может быть, останусь я с тобой до утра. Ярослав, я иду, и я тоже превращаюсь в шуму, но я не жалею. Но когда настанет утро, я не знаю, сквадры, развод, часок не завлючаю. Но когда настанет утро, я не знаю, сквадры, развод, часок не завлючаю. Ярослав, я иду, и я не знаю, сквадры, развод, часок не завершаю. Может быть, ее, а может быть, череда. Все будет хорошо. Но когда настанет утро, я не знаю. В кратерах, луны, часов не наблюдаю. Но когда настанет утро, я не знаю, кратерах, луны, часов не наблюдаю. Я не наблюдаю. Почему холодная луна не гигает утро? День ночи, день ночи. Холодная луна, холодная Дорогие друзья, что мы хотели сказать нашему с номером? Если вы очень талантливы и прикладываете к этому уйму усилий, для некоторых вещей необходимо время. Поэтому вы не получите ребенка за один день, даже если заставите забеременеть девять женщин. С вами была команда КВН «Анаконды»! До новых встреч! Команда КВН «Анаконды»! Аплодисменты еще раз! Вот, все здорово, синтезатор убрали, хорошо. А там готовится команда КВН «Анаконды»! Команда КВН сборных факультетов «Мне нравится»! Встречайте! Друзья, о своим номерах вы хотели бы вас попросить. Оставайтесь оптимистичными даже в самой сложной ситуации. Друзья, товарищ зритель! Привет! Товарищ зритель! Хотим вам честно и рассказать, Что, чтобы в жизни не случилось, Не стоит сильно унывать. К примеру, Женя проживает с мамой, Хотя ему уж двадцать пять, И универ не может он закончить. В пору вылечь и умирать, Дарить домашние заботы, И не хотят брать на работу. Но отключает дома Женя Доту, И у него все хорошо. Купил себе я старую шестерку, И думал, что я крутой. Я думал, что найду себе я даму, И увезу ее домой. Вот, села в машину, Я думаю такой, Ну все, она моя. Но оказалась проблема, Заглохла машина, Вот история. Но вот теперь вдвоем на трассе Толкаем мой автомобиль. И что подумать, Я утешаю, Все хорошо, все хорошо. В России подняли налоги, Но теперь не знает, чем платить. Ну что, какие же дороги, Ну как же дальше русским жить? А вот Андрей работает в зуме, Он любит додавать. Но взяли ее за зябничество, Поэтому все плохо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты умеешь, Ты умеешь, Ты умеешь! Следом, что мы, Товарищ зритель, Все хорошо, Все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот и все, И в завершение, Хотим вам главное сказать, Что, чтобы быть здоровым в теле, Вам нужно тело закалять. А вот Андрей, Он много бегал, На металлурге вырос он, И каждый день, Как день рождения, Когда родился взял Порском. И что в России? Оставайтесь позитивными в любой ситуации, даже в такой. Друзья, давайте поддержим ребята. После анакон сложновато, конечно, им было. А пока команда готовится, объявим благодарности. Команда КВН Стэна Ли выражает благодарность декану физико-технологического факультета Муратову Владимировичу Сергеевичу за то, что мы все еще студенты и командам за дух соперничества. Команда КВН Вавилон выражает благодарность Шурыкиной Виктории Александровне за помощь, веру и поддержку. А также команда КВН «Мне нравится» выражает благодарность Глебу Артамонову, сын Килю Киму, Вере Хафизовой и всем добрым людям, которым нравится эта команда. Я думаю, она нравится многим. Ну все. Команда КВН простоют на сцене. Встречайте. На телевидении существует очень жесткая цензура. Наша команда нашла не вошедшее выступление одного из участников телепроекта «Голос». Всем привет! Я Николай Чепрасов! Придурок! Тебя не видно! Здрасте! Привет! Я Николай Чепрасов. Мне 21 год. Я пришел на этот проект, потому что я очень люблю петь и знакомиться с девушками. Но это другое у меня не получается. Расскажу немного о себе. В детстве я был очень хорошим ребенком. Уже в 5 лет я проводил свои первые корпоративы. Я пользовался популярностью среди девушек. Они буквально забрасывали меня цветами. И уже в 7 лет я подцепил свою первую старшую классницу. Также я увлекаюсь спортом. И уже в 10 лет я стал основным борьбарем крылья Совета. Но после 7 лет занятий в спорте меня убедили, что это не мое. Вы, наверное, спросите, зачем такому человеку, как я, нужен этот проект? Просто? Ночь по улицам пошла. Звездный пост убьет царис. Слов и чисел простота У небесного моста В прятки талоперя птиц Не забудутся никем Празднику обиды глаз Забей меня твой плен Эту линию колен Целовать последняя Целая каюка на столе Ветер плачет за окном Тихо поют Отзываются во мне Этой молодой луны Нелегко тебя дать Пою сам ветров и птиц Можешь даже не понять Можешь даже не узнать Среди тысячи женских дней Пусть глаза мои молчат Молча смотрит на луну Если кто поймает взгляд Поторопится Сам не знает почему Только подпевает Рука в мозге на столе Ветер плачет за гном Тихо болью Отзываются вовне Ветер молотой луны Все А на сцену приглашается Следующий участник По первому номеру я хожу Вражу Что я потерял И кого найду А что хотел сказать этим буз номерам Все мы поем по-разному Ну в душе одинаково С вами была команда КВН ПРС Спасибо Вот как видите друзья В нашем университете Развивается не только КВН Но и фокал Но не у Николаевича Прошло Двигаемся дальше Команда КВН Анаконды Выражает благодарность Клебу Артамонову За то что он есть Хабисовой вере И Сергилю За помощь во всем Команда КВН Это Спарта Выражает благодарность Деканату физико-технологического факультета В лице Муратова Владимира Сергеевича И заместителю декана По учебной работе Дмитрию Александровичу Майдан И наконец Команда КВН Усейн Болт Выражает благодарность Ректору САМГМУ Котельникову Геннадию Петровичу А также председателю правкома Кулакину Евгению Сергеевичу Друзья Последний бузыкальный номер На очереди САМГМУ Усейн Болт Встречаем И еще раз добрый вечер, дорогие друзья И еще раз добрый вечер, дорогие друзья Наша команда хочет вам рассказать О тяжелой, но жутко интересной Жизни студента Медицинского университета Наслаждайтесь и смотрите Смотрите и наслаждайтесь Медицинский буз Я в нем учусь, но делать инъекции в Вену боюсь Медицинский буз Я тебя люблю В нашем университете на практических занятиях требуют одевать халаты, маски и чепчики Однажды со мной случилось следующее Здравствуй, милая Здорово, коля Здорово, коля Говорят, у нас в университете трудно учиться Ну все, дорогой, спокойной ночи Я ложусь спать Доброй ночи до днуля А почему так тихо? У меня лекция Личная жизнь Это не что мы учим В узи день и ночь Универ не любит слабаков Универ не любит тебя, Диман Я не слабак А однажды мне мой парень сказал, что я надолго засела в его сердце Ха, да ты, походу, тромб А однажды я пришла к декану Ну почему у нас столько пар? Как говорится, каждый твое бабае Однажды мне было очень одиноко Но потом я вспомнил, что на моих руках миллиарды бактерий Как это мило Медицинский вуз Такова стезяная Но без мыла мою руки я Медицинский вуз Я бактерий не боюсь А мне все время говорили, что я не разбираюсь в девчонках Так вот, знаете, сапочки Пройдя курс анатомии Я знаю вас лучше вас самих Так вот, бэйби Этот танец для вас КИЗА ПЛИЗА, МИНО, КИЗА, ПЛИЗА, МИНО, КИЗА Вы, наверное, заметили, что наш музыкальный конкурс Немножко, ну, не в тему игры Ну вот, но на самом деле есть связь Мы будущие врачи А это значит, что мы Рыцари вашего здоровья Друзья С вами была команда КВН Усейн Болл, спасибо Это была команда КВН Усейн Болл Сам КВН Ну что ж, друзья Все конкурсы сыграны Просим команды На сцену Под вашими курсами Аплодисментами Поддержим, подержим, ребят Давайте Ну что ж, друзья Подведем итоги Слово дает Представляется члену жюри Константин Фраг, прошу Ваше мнение оба лет Всем еще раз здравствуйте Вы позвольте сказать огромное спасибо За то веселье настроение Которое сегодня подарили нам Наши команды Хочется отметить Две команды Это во все тяжкие И наши гости Усейн Болл Уступление которых Смотрелось на одном дыхании Ну и, конечно же Музыкальный номер Команды Анаконды После которых Я не знаю, как жить дальше Спасибо вам Все было супер Отлично Спасибо Дарья Белецких Я хочу в очередной раз Поблагодарить За то, что вы меня Приглашаете Уже второй раз На игры Мне правда Очень нравится Я получаю Громадное удовольствие Это здорово Весело Интересно За вами наблюдать Вот Я желаю вам По дальнейшим успехам Тех, кто сегодня Не придет Не расстраивайтесь Ни в коем случае У вас все еще впереди Вы молодые Энергичные Классные ребята Вот Парни в колготках Рулят, конечно Вот Ну и Да День, ночь День, ночь Незаправленно Вот Ну и спасибо всем большое Вы большие молодцы Подарили сегодня Очень много смехов Всем Не только жюри Но и всем зрителям в зале Правда, спасибо Спасибо, Катер Привет, Виколыч Да, здравствуйте Еще раз Тут, короче Мне понравилось Очень Музыкальные номера Особенно Вот Анаконда Я тут Очень бился Друг об друга Мне очень понравилась У вас шутка Про микрофон Когда Ну да, да Давайте споем В зал микрофон Тут мне очень Больше всего понравилось А так Все команды Молодцы Вот Эти вот ребята В Кожанках Очень радуют Каждую игру Спасибо за смелость Что они побоялись Я Про Стэн Ли Я помню Тоже вдвоем Выступал Вы лучше Выступали Потом Кто у нас Мне нравится Вы очень Милые Вот С вами Вам нельзя Плохие оценки Кстати Вы просто Милые Себе вредить Вавилон Сегодня Девушка Очень хорошо Тащила вас Су игру Скажите ей Спасибо Профсоюз Ну Профсоюз Очень хороший Музыкальный номер Честно Очень понравился Пиджак Коляна Дальше Спарта Ревкин Ты еще здесь А вот Ну все хорошо Вы взяли Нормально Дальше Только вы А Юсейн Голд Ну На уровне Так сказать Ну Если вы не знаете Они прошлую игру Победили Так сказать Достойные Здесь Выступили Не умею разговаривать Дальше Александр Ильдюганов Слава Богу Прошу Саша Ну Мне так-то все понравилось Спасибо за игру Все были хорошие Упрофсоюз Страшный Муз номер Но смешной Медики Как всегда Хорошо Отрепетировано Все красиво Все классно Все молодцы Спасибо, Саша Друзья Ну и Приглашаем на сцену Для А мне не надо говорить Ну вот вас и приглашаем Меня на сцену приглашают Да Денис Евгений Друзья Ваши аплодисменты Аплодисменты Муз номер Тогда буду говорить от сюда Свети Софитов. Ребят, спасибо всем большое. Я в первый раз на КВН с 2001 года. Последний раз сам играл в школе, это было давным-давно. Вернули меня в детство сегодня. Я думаю, что вы не должны на меня обижаться за какие-то оценки. Просто я, правда, когда шел сюда, думал, что буду всем ставить только пятерки, но потом понял, что это будет несправедливо по отношению к тем ребятам, которые подготовились, на мой взгляд, чуть-чуть лучшие шутки, которые заходили мне чуть больше. Потому что я, к сожалению, может быть, не все понимал, так как человек сторонний вашему внутреннему миру, вашего университета, и, возможно, не все до меня доходило. Вы не обижайтесь, я единственное, что точно могу сказать, предвзятости во мне не было никакой. Я оценивал каждую команду просто потому, как подсказывало мне сердце. Спасибо вам большое. Все, на самом деле, очень порадовали. Ага. Значит, почетная грамота. Ректорат Самарского государственного технического университета награждает в номинации «Лучшая женская роль» полуфинала Лиги КВН-САМГДУ Травницу Травницу Анаконды. Точно такая же грамота, вернее, точно такой же грамотой награждается в номинации «Лучшая мужская роль» полуфинала Лиги КВН-САМГДУ Ярослав, команда «Анаконды», написанная «Ярисовка». Поздравляю. Ну, и точно такая же грамота в номинации «Лучшая шутка» достается команде «Во все тяжкие» за шутку, что тут написано. Любая от Голюхова. Ну, вот видите, она же лучшую шутку. Я совсем понял. Поздравляю. Просим вас на ваше подчеркнутое. Еще раз спасибо, ребят. Спасибо залу. Ну что ж, друзья, настал время подвести итоги музыкальных номеров. И давайте в порядке приветствия на сцене команд музыкальные номера. Максимальный балл – 5. Команда КВН «Вавилов». 5, 5, 5, 5, 4. Команда КВН «Мне нравится». 5, 5, 5, 5, 4. Во все тяжкие. 5, 5, 5, 5, 4. Еще раз. 5, 5, 5, 5, 4. Команда КВН «Этто Спарта». 5, 5, 5, 4. 3 там, да? 3. Команда КВН «Стэн Ли». 4, 5, 5, 5, 4, 3. Команда КВН «Анаконды». 5, 5, 5, 5, 4. Профсоюз. 5, 5, 5, 5, 4. И команда КВН «Стэн Болл». Единогласно. 5 баллов «Рома» с Медицинским университетом. Ну что ж, друзья, у нас готовы баллы за игру в целом и баллы, которые команда заработает в течение сезона. Напоминаю, что проходит команда с первого места и еще четыре следующие. Вот так вот. 6 место. Команда КВН «Стэн Ли». 16,6 баллов. Ваши аплодисменты. 5 место. Команда КВН «Стэн Болл». А, и еще команда «Мне нравится». Друзья, четвертое место. Команда КВН «Анаконды». 19 баллов «Рома». Также у нас два третьих места. Это команда КВН «Профсоюз» и команда КВН «Вавилон». 19,1 баллов «Рома». Второе место занимает команда КВН «Во все тяжкие». 19,8 баллов. Ну и, наконец, победители сегодняшнего вечера. Команда КВН «Стэн Болл». 20,7 баллов. Друзья. Друзья, получается, что финал у нас проходит от команды КВН. «Анаконды». «Анаконды». «Вавилон». «Профсоюз». «Во все тяжкие». «И Усейн Болл». Друзья. «И решением редакторов в финал добирается команда КВН. Это «Спарта». Всем спасибо за вечер. Игра сыграна. Спасибо. Приходите на финал, друзья. Спасибо за КВН. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.